И здравствуй, Ютюб! С вами Сиза Хадж, вы смотрите 41-ю серию приключений на сервере с Волском. И я всё-таки решился и переставил свой карьер в DeepDuck. Потому что, конечно, наш ритуал с вами работал неплохо, но, как я уже и говорил в каком-то из своих летсплеев, его очень часто приходится переносить. То есть всё, конечно, хорошо, достаточно дешёвенький, он всё выкапывает, но делает это очень быстро, и его переносить приходится буквально каждые 10-15 минут реального времени. Это, конечно, не очень удобно. Поэтому я решился и перетащил сюда карьер. Посмотрим. Надеюсь, что он мне здесь что-нибудь интересное и вкусное найдёт. Кроме того, у меня есть плохая новость и хорошая новость. Сейчас я, собственно, вам расскажу сначала плохую новость. Если мы с вами пойдём к нам в наш Войт Мир, то увидим там очень интересную штуковину. Нет, не переживайте, там ничего не рвануло. Если бы там что-то рвануло, это была бы не просто плохая новость, это была бы ужасная новость. Здесь всё хорошо. За одним исключением. Этот мир нам не подойдёт для занятия Essential Craft. Я здесь себе уже построил вот такой кубик из обсидиана. Теперь смотрите. Так, с собой у меня... С собой у меня эта штука. Не хочу я копать обсидиан. Поэтому давайте, наверное, знаете что... Ой, даже сделаем. Вытащим из DeathNava наш кабл. И оставим его пока в таком вот варианте. Потому что надо мне сделать следующее. Я переключаю мою палку-заменялку на кабл и заменяю вот эти два блока. Так будет проще входить. Мой Darkness Generator ничего здесь не произвёл. Почему произошло такое недоразумение? Закрываем вход. И видим то, что у нас здесь нифига не темно. На мне нету никакого ни Night Vision, ничего бы то ни было. Здесь просто недостаточно темно. Дело в том, что этот мир, похоже, сгенерировался в варианте яркий. И, соответственно, никакие моих ухищрения здесь не помогают сделать эту комнату ещё более тёмной. Я сюда даже попробовал себе счетырить из креативки жидкую темноту из сомы Тинкерера. Дело в том, что она тоже не работает. Вот здесь сейчас она разбрызгана. Тут даже периодически от неё частички возникают. Но свет она не уменьшает. Вот какая-то вот такая вот неприятная история. Поэтому мы с вами отсюда снесём вот эту вот штукенцию. Я её себе поставлю в другом месте. Я себе всё-таки решился на то, чтобы часть Essential Craft'а перетащить, соответственно, в овер. Единственное, что, конечно, там у меня будут самые-самые безопасные машины. То есть там будет вот этот вот генератор темноты. Я надеюсь, кстати, что там он хотя бы заработает. Хотя вроде как я тестировал, там всё хорошо. По идее должно быть. Так, и вот теперь только с какой стороны у меня здесь выход. Здесь? Да. Вот. А эту комнатку мы с вами оставим. Учитывая то, что я на неё потратил такое количество обсидиана дикого. Причём красивого обсидиана исчезла. Ой. Опять я тут себе бью стены и стёкла. Вот. Мы с вами сюда поставим обычный наш генератор. Я, кстати, смотрел, какие ещё варианты мне могли бы подойти в плане генерации. Генератор, который работает на холоде, конечно, в принципе, ничего. Но мне до него ещё пока далековато. Да и ресурсов нет. Поэтому сюда, наверное, я просто перенесу вот этот вот магический реактор. После того, как у меня будет достаточно алмазов для того, чтобы его запитать. И более того, я думаю, что окружать я его буду не алмазами, а изумрудами. Это мне будет давать немножко меньше МРУ. Ну и ладно, я думаю, как-нибудь переживём. Я думаю, что мне будет достаточно того количества, которое он сможет вырабатывать. Это была, собственно, плохая новость. Хорошая новость в том, что я потратил уйму времени на постройку себе одной маленькой структурки. Она, как всегда, вы знаете, с моими навыками строителя получилась не очень весёлой и привлекательной. Но зато она получилась весьма эпичной. Если мы с вами пойдём вот сюда, вот наверх, мы увидим здесь лесенку. Вход вот в такую вот штуковину. Это, собственно, башенка. Здесь у меня пока что стоит обычный лифт. Я его планирую заменить на что-нибудь другое, возможно. И вот здесь у меня такая большая обзорная площадка на высоте 100. Как так случайно получилось, я ненарочно это сделал. Где у меня, соответственно, уже будет стоять вот этот вот генератор активноты. И здесь у меня будут стоять, как я уже говорил, самые безопасные машины. Естественно, я сюда поставлю ещё один Magical Absorber. Генератор попробую сделать так, чтобы здесь ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не сгенерировалась никакая дрянь. И наш генератор, я думаю, можно будет поставить, допустим, прямо вот сюда. Давайте сразу что-ли попробуем это и сделать. У меня с собой нету чизла. Ну ладно, давайте хотя бы я сейчас здесь выставлю основную структуру. И что будет касаться уже её... Ну не то, чтобы даже украшательств. Её затемнение, я это сделаю за кадром. Так, здесь такой дурацкий коллет-брик, который тяжело копается. Обсидианчик. И четыре обериска. И четыре платформочки. Тут огонёк. Из Blood Magic. И посерединке поставим наш Darkness Generator. Вот на самом деле тоже ещё что не очень нравится в Саншо Крафте. Написано то, что сейчас он вырабатывает 10 МРУ за тик. Да нифига он не вырабатывает. То есть вообще. Потому что ему очень светло. Ну ладно. Вот так вот у нас здесь будет стоять генератор. Кроме того, я себе хочу сделать штуку, которая будет хранить выработанное МРУ. Называется МРУ Storage. Что-то там. Где-то я её здесь даже наблюдал. Инжектор, инжектор. Рейтавер. Опять пропало что ли. Ох. Интерсектор. Генератор. Ну, в общем, что-то вроде батарейки. Я думаю, где-нибудь я её здесь найду. Я её потерял. Успешно. И надо будет её тоже скрафтить. Кроме того, я себе за кадром здесь набирал кровушку. Смог получить уже, кажется, три сокета. Так что очень скоро у нас с вами хотя бы появится Soul Forge. Хотя, конечно, этого всё равно мало. 30 тысяч на одну единицу. Это очень оказалось много. Практически непосильно. У меня вон периодически заканчивается кровушка в моём тэнке большом. Да, у меня есть три филд сокета. Сейчас у нас здесь с вами получится четвёртый. Мы с вами себе сможем сделать Tool Forge. Зачем я вообще себе хочу сделать броню из Blood Magic вместо той брони, которую я себе сделал из Таункрафта. То бишь для битвы с боссами. Она также будет не очень хорошая по характеристикам. Ой. Ой-ой-ой. По характеристикам, в смысле, не на каждый день. Ну, Shift правый клик же. Просто правый клик. Просто правый клик. Вот. Но при всём при этом для битвы, скажем, с визором, я думаю, что мне её хватит. Более того, я её ещё немножко попытаюсь усилить сигилами для того, чтобы, соответственно, получить хоть какие-то бонусы в виде, допустим, возможности быстро бегать и не получать повреждения от падения. Вот. Ладненько. Так что я сейчас, наверное, разберусь со своими резёрчами в Essential Craft. Добью четвёртый сокет. Хотя, кстати, возможно, у меня четвёртый сокет уже заполнился. И мы с вами сможем до того, как я уйду на паузу, сделать себе Tool Forge. Я думаю, что он это уже сделал. Да. Иди сюда. Давайте сделаем Tool Forge и подумаем, где мы её расположим. В принципе, это один блок, но вокруг неё должно быть место для того, чтобы себе сделать уже непосредственный крафт. Так, мне ещё нужен синий шарик. Я, на самом деле, и так задумываюсь уже об алтаре пятого уровня из Blood Magic. Учитывая то, что у меня уже есть место, где я могу биться с визором, возможно, я в итоге себе и сделаю, точнее, с апгрейджу алтать до пятого уровня. У нас с вами появился Soul Armor Forge. Вот только вопрос, действительно, куда его деть. В принципе, ему достаточно, да, вот такого вот пространства, поэтому поставлю-ка я его просто вот сюда. Это даже высоко. Поставлю его вот сюда. Соответственно, вокруг него у нас получается такой вот как будто невидимый верстак. Здесь мы с вами будем выкладывать филд-сокеты. Единственное, что мне для каждого филд-сокета понадобится себе сделать ещё и, кажется, магический шарик. Не помню только, он должен быть вот этот всё-таки или вот этот? Magicians или Master? По-моему, всё-таки Master. Ну, ладно, тоже разберёмся. Я пошёл закрывать свой генератор и смотреть, как мне сделать MRO Storage. Ладно, увидимся. Итак, YouTube, я себе на самом деле перенёс Magician Stable и MRO Absorber в главный мир, потому что там у меня закончились алмазы опять в очередной раз и закончилась, соответственно, энергия. Но здесь у меня с энергией всё в порядке. И эта штука, даже несмотря на то, что у меня не закрыт вот этот вот проход, она генерирует те самые 10 MRO ZATIC, возможно, кстати, больше, потому что вот эту вот штуку она наполнила очень быстро, а здесь всё-таки 10 тысяч. Хотя вот сейчас, по-моему, она генерировать что-то перестала. Ладно, не знаю. Возможно, я даже сюда поставлю, кстати, тёмное стекло по такому поводу. У меня оно, может быть, даже есть. Эх, одно. Ну, ладно, посмотрим. Потому что, в принципе, выглядит она неплохо, и совсем бы её закрывать я, наверное, не хотел. Ну, да ладно, я на самом деле себе сделал DAX All Matter. Теперь мне достаточно всё это дело положить на верстак, который, кстати, наверное, тоже нужно куда-нибудь поближе поставить. А то у меня ближайший верстак аж вот здесь, с ME-системой, имею в виду. И, кстати, да. Ладно, немножко позже. Теперь я могу себе сделать MRU Storage сразу второго уровня. Потому что я всё, по-моему... Ага, нифига я всё до него не сделал. Я до него не сделал вот эти штуки. Мне нужен ещё Purified Ingot. Они у меня есть. Осталось только всё это дело загрузить в таком случае, да? Да. Ладненько, давайте немножко покрафтим. И всё-таки провести или не провести туда сеть. Хотя... Не знаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Девять. Ай! Неудобно как. И шесть пластинок. Крафтитесь пока. Это процесс не очень быстрый. Поэтому я, наверное, всё-таки сейчас уйду за кадр и сюда притащу себе верстак. Я думаю, даже обычного верстака, в принципе, будет достаточно. Потому что у меня есть с собой моя беспроводная штуковина для доступа. Крафтинг тейбл. Есть у меня какие-нибудь плэнкс. Так будет, наверное, проще. В принципе, я себе все ингредиенты смогу вытащить из системы. Поэтому, чтобы не тащить туда провод, я, наверное, поставлю туда обычный самый крафтинг-стейшн. И будет мне счастье. Куда бы только его приткнуть. Ну, наверное, куда-нибудь вот сюда приткнём. Пусть счастье стоит. Так, как тут наша штуковина? Ай, да, я опять забыл, что они не стакаются. Кстати, не пытайтесь сейчас вот эти вот блоки и машины из Essential Craft автоматизировать какими-либо трубами. Потому что вы сразу себе потеряете доступ в мир. Есть очень неприятный баг в Essential Craft, который, ну, не знаю, возможно, Вова немножко неправильно обрабатывает i-sided. И поэтому в итоге у нас здесь с вами получается краш, null pointer exception, NPE. И, соответственно, вы после этого, пока не удалите блок из Essential Craft, зайти в мир не сможете. У вас всё время будет краш. Есть фикс на это дело, но вот пока Вова где-то отсутствует. Он мне даже его уже давал, но я куда-то делал файлик, который был пропатченный, в котором это работало. Так что придётся ещё некоторое время подождать. Ладненько, я, наверное, сейчас уйду за кадр и докрафчу вот эту штуку. Хотя, в принципе, нет, подождите-ка. Не пойду я за кадр. Давайте себе возьмём материалов на Absorber, на второй, потому что в любом случае у меня всё для него было. Essential Core. Эй, просыпайся. Essential Core. Не понял. Elemental Core, не Essential. Так, дальше Magical Purified Glass. Две штуки. И вот эта штука в количестве трёх. Давайте себе сделаем ещё один MRU Absorber. MRU Absorber. Ну, здрасте. Чего не хочешь выставляться автоматом? Который я поставлю себе в VoidMir, потому что всё-таки я опасаюсь за MRU. И, кстати, мне придётся себе сделать ещё некоторое количество вот этих вот пластинок. Не только на второй уровень своего сториджа, но ещё и на то, чтобы, естественно, его положить в сам Absorber. Вот видите, то, что здесь периодически появляется полоска у наших Magic Plate, значит, MRU здесь генерируется. И наш Absorber успешно с ним справляется. Если бы его не было, всё было бы намного хуже. Так, три пластинки есть. Надо сделать ещё три. Ладно, за кадр теперь действительно и увидимся. Хм, они плохо в итоге смоются, моя башня ночью. Даже любопытно. Я, на самом деле, совершенно случайно так вот его увидел, потому что вспомнил, что кто-то мне здесь оставил подарочек в виде кучи рут. Ну и, собственно, мне это помогло накопать себе 35 алмазов. Думаю, что сейчас всё-таки я готов воспользоваться этим самым подарком, потому что идти в шахты копать я как-то, наверное, не очень готов. А алмазы нам, тем не менее, нужны для того, чтобы сделать себе как минимум Magical Enchanter. Magical Enchanter делается при помощи блока алмазов. И ещё раз алмаз тоже, как минимум. Две Magical Purified Water. В принципе, я для чего себе хочу сейчас сделать, в первую очередь, Enchanter? Для того, чтобы зачаровать пластинку. Я себе сделал Mero Absorber, поставил его, соответственно, в свой Void Mir. У меня получилось зачаровать одну пластинку сразу на Absorvation 3, Repair 3 и Magnetism 3. С первого прямо раза. Мне прямо дико повезло. Но при всём при этом надо пластинку туда добавить, как минимум, ещё одну. И более того, если я себе сделаю 4 блока алмазов, как раз столько мне сейчас понадобится. И Water Bottle. Две штучки на то, чтобы сделать Enchanter. Сейчас я после того, как закончу здесь делать себе Mero Storage, я вам обязательно покажу, что в итоге у меня получилось с моим генератором Mero Materie в Void Mir. Но сначала всё-таки сделаем себе вот эту штукенцию. Готово. Mero Storage Tier 2. В принципе, если честно, я теперь уже не очень уверен, что мне нужен этот Storage, но уж я его сделал, пусть будет. Я его поставлю вот сюда. И давайте немножко поиграемся с нашей эссенцией. Bound Essence. Мне нужна ещё одна штучка. Каким образом мы с вами поступим? Мы разобьём здесь стекло. Привяжем наш вот этот генератор вот сюда. В центральный слот, кажется. Да, вот эта штука начала накапливать Mero. Я не знаю, зачем мне столько Mero. Честно. 10 тысяч, 100 тысяч. И, похоже, она прекратила генерацию. Отлично. Уберём эссенцию отсюда и привяжем её вот таким вот образом. Теперь, по идее, у меня вот этот вот Magician Stable должен питаться из Mero Storage, а вот он, в свою очередь, должен питаться вот отсюда. А генератор почему-то снова перестал работать. Ладно, закрываем. Во, так пошло. Понятно. У него, видимо, всё-таки какие-то свои странные алгоритмы определения освещенности. Ну, ладно, главное, что заработал. Я думаю, что мы с такими темпами достаточно быстро здесь наберём эти самые 100 тысяч. И куда-нибудь, наверное, вот сюда поставим в итоге наш энчантер. Так, мне ещё, кстати, нужно сюда запихнуть свою водичку. Раз. Два. И избавиться вот от этого вот. Лишнее, случайно накопанное. Давай, делайся. Из обычной магической. Немножко разгрузить инвентарь надо бы. Остальное, боюсь, что мне понадобится. Раз. Водичка. Два. Водичка. Это визуальный глюк, её здесь на самом деле нет. Так, что там мне нужно было ещё? Энчантер. Обычный столик. Обсидиан плейт. Есть ли у меня обсидиан? О, у меня даже есть плейты. Две штучки. Раз и два. Энчант на тейбл у меня, конечно же, здесь нигде не валяется. Это что такое было? Эээ. А. Понятно. Во-первых, у нас глюканул похожий сервачок. Во-вторых, я писал не в том месте. Так. Ещё две магических пластины. И Elemental Core. Давайте что? Давайте делать 16 железа. На 4 пластины. Нам дадут 4 пластины. Почему я делаю 4? Потому что я сразу себе хочу заодно и пару пластинок там зачаровать. Как только они сделаются. Так. И давайте сделаем себе Enchantment Table обычный. Который тоже нам совершенно точно пригодится. Это я проще спущусь. Там в любом случае у нас машинки заняты. Не ставить же его в Автокрафт. Это было бы странно. Книжица. Ура. Есть всё на книжицу. Иди сюда. Так. Давайте я пока вам покажу, что в итоге получилось в Войт мире. У меня с собой как раз есть 4 блока алмазов. Мы с вами сможем запитать там МРУ-генератор. Там необходимо было ещё 3 добавить. Четвёртый мне нужен, соответственно, для Автончантмент Тейбла. Не Автончантмент. Как он там? Магический, короче. Столик магического зачарования. Господи, какой ужас. Зачарование и так должно быть магическим. Я сюда себе поставил блоки изумрудов. И вот он стоит, мой магический реактор. На. Вот он пошёл вырабатывать нам МРУ. И меня, естественно, дамажить. Так. Где мой Ray Tower? А, сигнала нет. Я забыл включить кнопочку. Да, возможно, всё-таки теперь... Я, кстати, сюда поставил за кадром второй генератор. Не помню, вам показывал или нет. Потому что у меня здесь собирается уже немедленное количество Underperl, которые тут просто тупо выпадают. Их некуда девать. Так что теперь, возможно, имеет смысл здесь всё-таки сделать включение системы по беспроводному доступу по нажатию на кнопку. Ray Tower и эссенция. По крайней мере, мы сможем это в Ray Tower запихивать. Хотя... Надо, наверное, сделать ещё одну эссенцию. Bound Essence. Как она у нас там делалась? У нас эссенция. Вот она. Это Gritter Bound Essence. Ну, ладно, посмотрим рецепт так. Ага, Magical Dust и Magic Quartz. Остался ли у меня ещё Dust? Хороший вопрос. Нет, не остался. А Magical Dust у нас делается Red Stone, Glow Stone и Quartz. Везде нужен Quartz. Кстати, следующее, что я хочу себе попробовать сделать, хочу себе сделать крылышки из Essential Craft. Потому что, насколько я помню, их можно держать в руке для того, чтобы летать. В принципе, для битвы с Визером мне бы не помешала возможность полётов. Это, конечно, не обязательное условие. Так, кстати, нужен был не Quartz. Был нужен Blaze Powder. Но лишним тоже не будет. Dust. Нет. Powder. Да. Quartz уже нужен будет потом. Когда мы это дело будем объединять в саму эссенцию. Делайся. К тому же я получаю три пыльки. Теперь одна пылька плюс Quartz нам даст Pound Essence. Так, Ray Tower. Куда бы тебя присобачить? Ты опять сюда вставать ведь не хочешь. О, но зато ты захотел вставать сюда. Только хватит ли у меня дальности? Давайте возьмём эссенцию. Шлёпи. На. Отлично. Хватает дальности. Нет, не блок алмазов, блок изумрудов. Вот этот вот Tower нам, по идее, сможет на радиус 16 блоков раздавать этот MRU. И сейчас он мне, пожалуй, не нужен-то здесь и никуда. Поэтому вторую Bound Essence можно было и не делать. Я вот не знаю, нужно ли мне здесь себе сделать хранилище. Есть ощущение, что необязательно. Ладненько, давайте посмотрим, как там у нас наши пластинки. На крафте висели. И надо, наверное, себе всё-таки сделать вход поближе где-нибудь. Это уж не такой секретный мир, чтобы я прям не хотел туда пускать игроков. Поэтому теперь я думаю, что можно его перенести куда-нибудь к моим остальным книжкам. Единственное, что придётся переделать, линкенбук, который возвращает нас оттуда, чтобы случайно кто-нибудь не зашёл в мою супер-секретную комнату. О, 100 000 MRU, пожалуйста. Получите, распишитесь. И мои четыре пластинки. Почему три? Где четвёртая? Странно как-то получилось. Ладно, дождусь, пока скрафтится и увидимся. Итак, давайте попробуем. Magicians Enchanter. Magical Enchanter. Так, я думаю попробовать его поставить вот сюда. Хотя, конечно, вы делали бы вот сюда, но боюсь, что он не дотянется. Давайте сначала попробуем его привязать, а потом будем обставлять книжными полками. Так, куда ты вот сюда ставишься? Ну, дотянешься? Не дотянешься. Так, на один блок ближе. О, до сюда дотянешься. Отлично. В принципе, так тоже сойдёт. И вокруг него, соответственно, поставим наши книжные полочки. Я их себе сделал 21 штуку. Интересно, насколько уровень 12, понятно. И будешь ли ты третий уровень хавать? Уровень 18. Я, возможно, что-то делаю не так. И оказалось то, что он уровень 21. Намного лучше может это делать. Как любопытно. В принципе, для ванильного Enchanter на 30 уровне ведь нужно, сколько, 15 книжных полок. У меня здесь уже стоят 21. И всё равно почему-то он не хочет нормально их воспринимать. Возможно, всё-таки их нужно поставить как-то по-другому. Ай. 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 Что происходит? Так, вот так уровень 15. Давайте возьмём себе досочек для того, чтобы себе вернуть эти полки к жизни. Кстати, есть у меня ощущение, что этих досочек мне может не хватить. И, кстати, да, вот так же надо сделать. Нет, хватило. Радостно 6 штучек. Так, возможно, вот так. 16. Кстати, интересно, будут ли работать... Блин, горелый. Книжные полки из библиокрафта. Есть ощущение то, что, наверное, нет. Наверное, так у нас не прокатит. Это что же, мне делать себе ещё больше книжных полок получается? Я уже замучился, если честно, дерево переводить на это дело. Очень хорошо то, что Тинкерс Констракт добавил способ создания книг без кожи. 20. 21. Понятно, есть такое ощущение, что здесь мы получаем один уровень за каждую полку. Значит, 22, 23, 24, 25, 26, 27 я здесь максимум смогу получить. И, возможно, ещё под ним можно поставить полки. Ладненько. Тогда, наверное, пойду я сейчас опять за кадр крафтить полки. Если честно, я не думал, что будет такая вот засада. Как-то был уверен, что всё сделается лучше. Так, ну ладно, дерево у меня пока ещё есть. Возьмём ещё пару стеков. Вот таким вот образом я себе, собственно, делаю бумагу. Мы перемалываем дерево в плаверизаторе, чтобы получить опилки. Из трёх опилок я получу три листика, прямо как из тростника. Потому что если бы я здесь делал бумагу из тростника, я бы, наверное, уже здесь умер. Потому что тростника у меня мало и растёт им плохо. И что касается, собственно, самих по себе книжек, я пользуюсь вот этим вот рецептом для того, чтобы получить книжку. Ладненько. Сделаю себе ещё несколько полок и увидимся. Итак, я здесь себе подготавливаю специальные кристаллы для того, чтобы потом сделать штуку, которая сможет набрастить большие кристаллы. И у меня получилось здесь себе довести столик до 30 уровня. У меня есть ещё 12 bookshelf. Так что, в принципе, в теории я могу его довести пока что до 42 уровня. Но 42 я пока что уровень сюда догонять не буду, потому что вот эти пластинки, они чаруются только на 30. И... Вот сюда кладём предмет. И пошёл процесс зачарования. Он не очень быстрый. Ну, в любом случае, посмотрим. Я здесь себе подготовил уже приличное количество вот этих вот табличек, потому что нам с вами понадобится их достаточно много для того, чтобы начать растить кристаллы. И более того, эти кристаллы нам понадобятся для того, чтобы сделать эти крылышки. Не только, конечно, их, но в первую очередь меня интересуют крылышки. Ха-ха. И кроме того, я себе всё-таки сделал книжку линковочную в тот мир и решил связать вот эти вот свои два помещения для занятия Essential Craft'ом. То есть у меня, соответственно, будет одна книжка и вторая книжка. Где мои букстенды? Я думаю, что мы с вами поставим его куда-нибудь вот... Да вот сюда. И на него надо поставить вот этот вот линкенбук. Замечательно. Мы с вами оказались здесь. Отсюда забираем вот этот линкенбук и ставим сюда вот этот. В принципе, в плане вот этого другого, давайте, наверное, его тоже куда-нибудь поставим вот сюда. Вдруг мне зачем-то понадобится... Хотя нет. Это линкенбук в мой приват. Не будем мы его сюда ставить. Я думаю, что вообще его нужно изничтожить. Совековым и полностью. Так, здесь я вроде как больше ничего не хотел делать. Да, замечательно. Всё у нас с вами хорошо. Так, тут получается... Давай-давай, четвёртый МРУ Джем. И, кажется, вот именно из них мне себе нужно будет сделать... А, нет. Мне, видимо, нужно будет МРУ Чанг на то, чтобы сделать Red Soul Matter. Вот эта штука мне нужна. Да, МРУ Чанг. Так что ещё раз их придётся прогнать через этот процесс. Как тут наша пластинка? Магнетизм, обсервейшн. Так себе. Но зато теперь это дело бесплатно в плане опыта. И я могу здесь чаровать столько, сколько мне заблагорассудится, что называется. Так, что мне понадобится ещё для того, чтобы начать работать с кристаллом? В первую очередь, конечно, кристалл формер. Вот именно ради него я здесь сейчас себе делаю Red Soul Matter. В принципе, остальное всё... Кстати, четыре магических пластины. Я их тоже делал для него. Давайте их здесь сразу и разложим, чтобы у меня не захламлялся ими инвентарь. К сожалению, не стакаются. Нехорошие такие штуки. И ещё я себе научил систему, как делать Elemental Core, потому что мне надоело каждый раз носиться туда-сюда, чтобы её скрафтить. Она нам с вами понадобится в большом количестве, наверное. Так, ещё раз, кристалл формер. Что там было нужно ещё помимо Magical Fortified Stone? Две штуки. Water Bucket. Эта штука у нас есть. А Water Bucket мы с вами вполне себе сможем также заказать у системы. Иди сюда. Давай-давай-давай-давай. Наполняйся. Глэк-глэк-глэк-глэк. Отлично. Спасибо. И иди сюда. Вот. Остался только Red Soul Matter, который у нас, думаю, что... Ну, не очень скоро, но будет готов. Как тут наше зачарование? Отлично. Absorvation 3, Magnetize 3, Repair 3. У меня есть такое ощущение, что эти пластинки либо не чаруются вообще, либо чаруются на самый максимальный уровень. Я не знаю, как так получается. Эту пластинку можно теперь вставить в наш второй Amore Absorber, который у нас живет вот здесь. И, в принципе, здесь же можно попробовать начать подготовить базу для кристаллов. Иди сюда. 80% и вот две таких красивых, одинаковых таблички. Кстати, Repair 2? Нет. Показалось. Вот. Так. Я думаю, что первый кристалл мы с вами будем растить вот здесь. В принципе, им нужно совершенно любое пространство под ними. Единственное, что оно должно быть 3 на 3. Я имею в виду из любых материалов состоящее. Единственное, что вот сюда вот по центру нам нужно бы поставить себе... Как он там назывался? Crystal Platform. Вот это вот штука, которая позволит нашему кристаллу расти немножко быстрее. Ой, мне нужен еще один Red Soul Matter. Остальное, в принципе, не так страшно крафтится. И мне в любом случае нужен еще будет кристалл-контроллер. Еще Red Soul Matter. Какая прелесть. И кристалл-экстрактор. Еще Red Soul Matter. Понятно. Значит, нужно мне сейчас запасаться кварцем и временем. Я уж не знаю, может быть, сделать второй вот этот вот Magician Stable для того, чтобы немножко процесс, так сказать, убыстрить. Вроде как МРУ у меня генерируется в приличных количествах. Да, оно отсюда даже не падает. Несмотря на то, что у нас с вами... А, уже, в принципе, зачарование-то выключено. Кстати, я себе здесь же зачаровался, поэтому давайте теперь ее добьем до максимально возможного уровня. 35-й. 40-й. И 42-й. Как его догонять до 50-го? Если честно, я не знаю, куда здесь еще ставить полки. Но, наверное, можно еще одну поставить вот сюда. Это будет 43. Но вот куда ставить еще 7, я пока что не представляю. Хотя, возможно, радиус обнаружения книжек у этого Enchanter больше, чем у Ванила. И, возможно, я могу поставить еще вот сюда вот ряд. Ну, ладно, посмотрим. Так, а мне, кстати, как назло, совершенно нечего зачаровать. Для того, чтобы проверить, что бы я получил на 42-й уровень. Ну, в любом случае, если вдруг понадобится, пусть будет. И мне еще нужен, конечно же, Magical Repairer. Не Repairer, а Repairer. Который тоже требует Red Soul Matter. Какая прелесть. Ладненько. Ухожу на дикую ожидайку по созданию Red Soul Matter. Кстати, делается он вот таким вот макаром. Требует, кажется, 5000 МРУ. Да? Сколько ты требуешь? А, 1000. Тогда все немножко проще. Ладно. Вернусь. И я все-таки себе поставил второй Magical Stable. Потому что мне пришлось себе сделать еще некоторые ингредиенты. Ну и сейчас я разделил свой МРУ Джем по ним аккуратненько, чтобы быстрее у меня получалась моя Red Soul Matter. Но при всем при этом здесь у нас все есть. Давайте ее сюда поставим. У нас получился кристаллформер. Отлично. И откуда-то ведро взялось. Ладно, уберем ведро. Давайте этот кристаллформер поставим в работу. Потому что некоторое время он еще будет заниматься тем, что формировать кристалл. У меня, по идее, давайте на всякий случай включим систему. Не уверен, что я с собой взял все, что необходимо, чтобы не бегать 20 раз. И поставлю я его куда-нибудь вот сюда. Я думаю, что, в принципе, вот здесь неплохое место. Шлеп. Теперь для того, чтобы он работал, во-первых, ему нужно дать энергию, естественно. Из Ray Tower мы берем эту энергию. И куда ее нужно положить? Вот сюда. Так, сюда нужно положить три ведра с водой. Раз, два, три. И сюда нужно положить три стекла. Раз, два, три. И вот сейчас, по идее, должен пойти процесс формирования кристалла. Missing components. И какие же компоненты у тебя отсутствуют? Slot for glass. А, slot for diamonds. Понятно. Сюда нужно один алмазик положить. О, формируется кристалл. Он это дело будет какое-то время делать. Вот он начал, собственно, формироваться. Пока он там формируется, давайте вернемся к нашему крафту следующего предмета. Есть ли у меня уже необходимое количество вот этих джемов? О, откуда их столько здесь взялось? По пять уже сделалось. Так, наверное, в таком случае давайте-ка я дождусь, пока они остальные скрафтятся. Хм, они что, крафтятся быстрее, когда меня нет рядом? Можно провести эксперимент. Давайте пока посмотрим за нашим кристаллформером. О, он тут уже наполовинку сделался. В любом случае, для того, чтобы мне этот кристалл поставить, мне нужно... Еще и остальные компоненты сделать, точнее машинки. И платформу, вот это вот, и контроллер, и экстрактор, поэтому... А, ладно, ушел за кадр. Итак, я себе скрафтил четыре Red Soul Matter, в принципе, мне этого хватит на то, чтобы начать с кристаллом. У меня пока что не будет хватать ингредиентов лишь только на кристалл-экстрактор. Ну, ладно. В любом случае, кристалл еще какое-то время будет расти, и у нас с вами есть время. В первую очередь, я себе скрафтчу Magical Repairer, потому что я здесь уже выложил для него рецепт. Это так, факультативно, что называется. Дальше. Кристальная платформа. По идее, у меня на все уже везде должно всего хватать. Осталось только это все разложить правильно. Как ты у меня тут делаешься? Еще вот так. И Red Soul Matter. Отличненько. И, собственно, кристалл-контроллер. Естественно, тоже мне не позволит НИА сюда выложить этот рецепт. Как-то так. Как-то так. Водичка. И материя. Отлично. У нас с вами все есть. У нас есть две Bound Essence. Мне нужно, по идее, три. Насколько я помню, у меня здесь еще была в системе Моя Магическая Пыль. Раз-два. И пару кварцев возьмем тоже. Раз-два. Ну, отдай кварц. Отдай кварц. Так. Magical Repairer поставим с вами вот сюда. Мне, правда, пока что почти не на чем его проверить. Ну, у меня есть одна штуковина. Заодно и узнали, будет ли она чиниться. Bound Essence сюда. Мой Spellbinding Cloth. Cant Repair. Очень жалко. Все остальное у меня, к сожалению, уже починено. Или, к счастью, не знаю. Ну ладно, пусть стоит. Вдруг для чего не пригодится. Давайте посмотрим, как здесь наш кристалл и построим ему платформу. Кроме того, нужно сюда положить ингредиенты для создания еще Bound Essence в количестве двух штук. Одна. И вторая. Вот она опять пропала. Мне это надоело. Я устал тратить ресурсы на такие крафты. Я себе одну возьму из N.E.I. Так, вот здесь мы с вами решили стоять кристалл. Соответственно, вот здесь будет стоять кристалл платформ. Дальше, где-то сбоку, будет стоять кристалл контроллер. И все. Осталось все это дело привязать. Кстати, зачем мне было нужно три Bound Essence, я не понял. Так, вот Ray Tower. Первую привяжем и вторую привяжем. А, я знаю, для чего мне нужна еще одна Bound Essence для экстрактора. Но у меня его пока нет. Так, вот сюда кладется Bound Essence. И вот сюда кладется Bound Essence. Отлично. Теперь берем наш кристаллик. Он у нас здесь должен был сформироваться. Уже совершенно точно. Вот он. И поставим его на платформу. Здесь он у нас с вами будет расти. Вот у нас появилась для него рамка. И мы можем в контроллере понаблюдать, что он из себя представляет. Пока что он вырос на 3% и не представляет из себя абсолютно ничего. Каким он будет в итоге? Непонятно. Абсолютно непонятно. Нам с вами придется сюда вернуться в следующий раз и посмотреть, что из него выросло. Я думаю, что я здесь себе за кадром сделаю еще одну вот такую вот структуру. И поставлю ее, соответственно, вот в эту сторону. Чтобы у меня здесь сразу рос второй кристалл. Потому что мне сейчас нужна эссенция воздуха. И у меня есть такое ощущение, что с моим везением здесь обязательно будет эссенция огня или земли или чего-нибудь еще. И, в принципе, я думаю, что вот эти вот две платформы также пойдут под кристаллы. Но при всем при этом мы с вами записали уже явно больше, чем полчаса. Поэтому нам пришла пора прощаться. С вами был Зигзахадж. Надеюсь, что вам понравилось. Увидимся в следующий раз. До новых встреч. И счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok